Домро Проект известных исполнителей стал возможен благодаря проекту «Класс от маэстро» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Проект реализуется с целью поддержки музыкального образования в России. На мой взгляд, такие проекты очень важны для привлечения молодежи, ведь молодое поколение – это наше будущее. И очень важно, чтобы они любили народные инструменты, чтобы дети шли в музыкальные школы, чтобы играли на высоком уровне и в дальнейшем популяризировали нашу российскую национальную культуру. Главное, на что обратило внимание участников мастер-класса Екатерина Мочалова – музыка не должна быть однообразной, она должна говорить. В каждом произведении своя история в двух интерпретациях – в одной оригинальный замысел композитора, в другой – субъективное понимание исполнителя. И чтобы раскрыть идею, каждая музыкальная фраза должна быть наполнена особым настроением. В таком восприятии музыки они оказались схожи с коллегой – Иваном Кузнецовым. Он отметил в первую очередь, что каждая музыкальная фраза должна звучать непрерывно, с плавными незаметными переходами между аккордами. На своем мастер-классе Иван Кузнецов затронул тему джазовой импровизации на балалайке. У меня существует ансамбль «Русский ренессанс», и мы играем необычную для русских народных инструментов музыку – это танго, джазовые стандарты. И в том числе я бы хотел поговорить об этом, как музыканту развить все способности, как это искусство отличается от академической традиции. Я очень благодарен благотворительному фонду искусства, наука и спорт и его основателю Алишеру Усману за эту возможность приехать сюда, дать мастер-классы, сыграть с замечательным Белгородским оркестром. Спасибо большое фонду. Слушатели ловят каждое слово маэстро, а музыканты щедро делятся опытом. Они рассказали об основе основ, правильной позе и постановке рук на инструменте, о технике игры, раскрыли секрет извлечения густого звука с помощью медиатора. Это уникально для меня первый раз здесь. Мне очень понравился мастер-класс и тонкий подход преподавателя к учебе, к музыке. Во-первых, узнала правильную постановку, как удобнее будет играть, как звук будет насыщеннее и музыкальнее. На самом деле очень много нужных советов и правильных советов дали. Я счастлив, что побывал на таком мероприятии, потому что это опыт. Его нужно перенимать, получать и не забывать. Я очень рад и мне очень нравится, что ежегодно проводятся такие мероприятия. У нас таких возможностей нет. Ездят куда-то, например, в Москву или в Санкт-Петербург. Вот они к нам приезжают, у нас есть возможность с ними общаться, показать своих учеников талантливых. Завершающим аккордом уроков от маэстро стал еще один своеобразный мастер-класс – концерт с участием приглашенных виртуозов совместно со знаменитым оркестром народных инструментов Белгородской государственной филармонии. Екатерина Мочалова и Иван Кузнецов выступили в качестве солистов с несколькими известными классическими и переработанными композициями, на практике показав коллегам и юным зрителям все яркие возможности народных инструментов.